В населенный пункт Ольховое прибыло большое количество бронетехники вооруженных сил Украины, среди которой отмечены танки Т-64, БТР-80 и БМП. Вся техника сосредоточена на территории местного зернохранилища. В это же время на территории одного из пустующих оздоровительных лагерей прибыло порядка 200 военнослужащих вооруженных сил Украины. Украинские силовики активизировали ведение разведки вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов, что является грубым нарушением Минских соглашений. Так установлено, что в зоне ответственности 93-й бригадой вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крымская отмечено применение беспилотных летательных аппаратов. По нашим данным, разведка ведется с целью выявления брешей в нашей обороне для прохода диверсионно-разведывательных групп в серую зону и на территорию Луганской Народной Республики для минирования ближайших районов. Нам стало также известно новые случаи небоевых потерь в рядах вооруженных сил Украины. На данный момент командование 24-й бригадой проводит административное расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим бригады. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как обычно, факт тщательно скрывается от вышестоящего командования. Народная милиция Луганской Народной Республики не ослабляет деятельности, уделяет повышенное внимание вопросам безопасности республики, в рамках чего с личным составом подразделений постоянно проводятся занятия по боевой подготовке. В ходе занятий совершенствуются умения и навыки военнослужащих в отработке вопроса введения боя в обороне. В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция Луганской Народной Республики неукоснительно соблюдает Минские соглашения. Но в случае их срыва украинской стороной мы готовы действовать решительно. Спасибо.